Камила Берюкбаева Сдавала Камила именно литературу, потому что решила связать свою жизнь с журналистикой. Девушка мечтает в будущем создать большой проект, в котором она будет рассказывать про людей из глубинки. Поехать в какую-то деревню или небольшую страну, или город, где я смогу рассказать о том, как там живут люди. Я, скорее всего, думала пойти на журналистику новых медиа, потому что, мне кажется, это смежное с направлением медиакоммуникации, которые достаточно сейчас востребованы. Но я хочу быть именно журналистом и писать журналистские тексты. Меня очень привлекает жанр репортажа, мне хочется освещать какие-то события, быть в центре происходящего. И больше всего я хочу говорить людям о людях. Достижения и успехи Камилы – это и результат воспитания в семье. Мама девочки рассказывает, что безмерно гордится своей дочерью. Во-первых, нужно очень поддерживать своих детей, поддерживать их интересы, всегда поддерживать их интересы. То, что интересуется, чем ребенок, способствует развитию в этом направлении. Что мы и делали. Ребенок должен чувствовать опору, что семья, она рядом, опора есть. И нужно верить в своих детей. У них все получится. Еще одна выпускница 15-го лицея – Химок, которая также продемонстрировала максимальный результат по единому гус-экзамену – Софья Мехненко. Девушка получила 100 баллов сразу по двум предметам базовой математики и литературе. К ЕГЭ готовилась основательно. Больше всего мне было страшно, наверное, за две недели до экзамена. Потом я как-то свыклась. А когда я узнала баллы, я просто плакала от счастья. Это было очень радостно. Но при этом, когда я получала уже второй раз 100 баллов, я просто сижу и думаю, это что, какая-то шутка. Софья – художница. С этой творческой профессией расставаться не собирается. Девушка будет учиться в университете Строганова. Мечтает внести весомый вклад в художественную сферу не только нашей страны, но и за ее пределами. Я надеюсь, что у меня как-то получится, не знаю, все-таки быть художником-монументалистом. Еще очень надеюсь, что у меня получится стать театральным художником, потому что моя тоже давняя мечта. В числе тех, кто получила 100 баллов из Лата Цуприяка – выпускница школы «Наследие» – девушка показала высокий результат по литературе. Признается, волнение на экзамене присутствовало. Самым легким заданием для выпускницы было сочинение. Потому что оно было по Бунину. Такой вот вопрос был, какие философские проблемы поднимает Иван Бунин в своих произведениях. Там самое легкое сочинение было, как по мне. Литературу девушка любит с детства, но именно этот предмет решила сдавать лишь за несколько месяцев до экзамена. Ранее Злата планировала поступать на психолога, но отдала предпочтение профессии драматурга. Все-таки драматург – это профессия гораздо интереснее, разнообразней. Ты работаешь сначала над одним проектом, потом над другим. Очень много всего интересного. Поступать Злата будет в Московский государственный институт культуры. Впереди у девушки вступительные экзамены. Всего же свои заветные 100 баллов по ЕГЭ уже получили 18 выпускников химок. И это еще не предел. Госэкзамены продолжаются. После полного завершения итоговой аттестации со школой попрощаются почти 1400 выпускников городского округа. Из них 103 человека с золотой медалью. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.